Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США. Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучить и усвоить понятие американский регионализм, понять принципы деления страны на регионы, рассмотреть некоторые вопросы страноведческого характера. В отличие от предыдущих тем, когда мы занимались ретроспективным взглядом на прошлое США, эта тема больше носит страноведческий, регионоведческий, краеведческий, географический, культурологический характер. Нам вновь потребуется знание нескольких терминов и самый известный из них это Новая Англия, New England. Это название исторически сложившегося региона на северо-востоке США, включающего в себя штаты Массачусетс, Коннектикут, Род-Алленд, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Мэн. Это название региону дал в 1614 году английский капитан Джон Смит. Также нам интересно будет рассмотреть понятие, которое часто тиражируется в американской культуре, в кинематографе. Это понятие Wild West или Дикий Запад. Это период и географический, и исторический. Исторический это период между Гражданской войной и 1890 годом, то есть примерно, условно говоря, последние 3-19 века. Географически это огромные территории в центре северо-американского континента, территории современных штатов Монтаны, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Канзас, Небраска, Кехас. Это территория, когда граница постепенно перемещалась благодаря движению фронтира с востока на запад. Я уже упоминал термин «фронтир». Это английский термин, переводится как «граница». Это граница между цивилизацией и дикостью, как сказал один из американских художественных историков. Это граница между освоенными и неосвоенными поселенцами землями. И в литературе это понятие означает эпоху освоения свободных земель на западе США, которая началась, собственно, с момента освоения американского континента и продолжалась, условно, до 1890 года. США – это очень большая страна. Она занимает территорию порядка 9 миллионов квадратных километров, что делает эту страну четвертой по величине в мире после России, Канады и Китая. Административно же США делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия. По-английски Columbia DC, на территории которого расположена столица США, город Вашингтон. То есть столица США находится не в одном из 50 штатов, она находится на отдельной, специально выделенной для этого территории между тремя штатами, на территории, которая называется федеральный округ Колумбия. Так вот, Штаты традиционно объединяются, группируются в несколько крупных регионах. И вот сейчас мы об этих регионах поговорим. И есть несколько разных принципов деления страны. Есть деление страны на 5, 6, 8 регионов. Наиболее распространенным является деление страны на 6 регионов. Прежде чем мы будем говорить о каждом из них, вот перед нами карта Соединенных Штатов Америки. Вы видите, что большинство штатов находятся в центре североамериканского континента, южнее Канады и севернее Мексики. На севере вот здесь холодные Великие озера, на юге очень теплый Мексиканский залив. И вот эта разница температур, когда с севера идут холодные такие ветры, а с юга идет с Мексиканского залива теплый ветер. Это приводит к тому, что вот эти массивы холодного и теплого воздуха встречаются где-то под посередине примерно, вот на просторах вот этого дикого запада, бывшего дикого запада. Это такие штаты, как Айова, Небраска, Миссури, Миссисипи, Миннесота, Иллинойс, Канзас. И из-за того, что встречается холодный и теплый воздух, это приводит к образованию гигантских разрушительных смерчей под названием торнадо. И поэтому вот эта территория в центре США называется часто еще торнадо в аллее. То есть, как бы, долина торнадо, скажем так, или аллея, по которой гуляют торнадо, как бы, да, с севера на юг и с юга на север. Аляска находится за Канадой, да, на северо-западной оконечности северно-американского континента. И есть еще островной штат, единственный островной штат в составе США, это Гавайские острова. Он находится в самом центре Тихого океана, причем, ну, примерно посередине, но даже чуть ближе к Азии. То есть, если лететь самолетом из Калифорнии, то нужно лететь порядка, там, шести часов на Гавайи, а из Японии, Южной Кореи туда лететь порядка пяти часов. То есть, ну, все равно примерно в самом центре Тихого океана находится 50-й штат США, Гавайские острова. Итак, как я уже сказал, наиболее распространенным является деление страны на шесть крупных регионов. Первым назову уже упоминавшуюся Новую Англию. Это штаты Мэн, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. Так получилось, что во время моей первой поездки в США я год прожил в Коннектикуте, как раз-таки в Новой Англии, и могу лично засвидетельствовать, что действительно это очень похоже на Англию. Это похоже на Англию по климату, это похоже по природе, по растительности и по названиям, естественно. То есть, очень много названий, похожих на английские. То есть, такое впечатление, что ты находишься не в Америке, а в Англии. Что вокруг названия типа Гринвич, там, допустим, Йорк, Гемпшир и так далее. Обращаю ваше внимание, что очень многие штаты и города США начинаются с приставки Нью, то есть, Новый, да, так сказать, Нью-Гемпшир, Новый Гемпшир, там, Нью-Йорк, Новый Йорк. Это, получается, приезжали переселенцы из Англии, из Йорка, там, Гемпшира, Бостона и так далее, и селились и называли свое поселение или свою территорию, также только с добавкой Новый, допустим, да. Вот, кстати, вот есть Бостон в Англии, есть Бостон, крупный город в штате Массачусетс, и есть в Коннектикуте Нью-Бостон, небольшой городок. Ну, кстати, Нью-Йорк в свое время раньше назывался Нью-Амстердам, потому что его основали приехавшие переселенцы из Голландии. Это до сих пор чувствуется в центре Нью-Йорка, есть район, который называется Гарлем. Ну, это, собственно говоря, название, немножко модифицированного голландского городка Харлем. Итак, за Нью-Ингланд, за Нью-Англией идет чуть-чуть южнее по восточному побережью среднеатлантический регион, который состоит из территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр и Мэриленд. Южнее идет крупный регион под названием Юг, который включает в себя такие штаты, как Джорджия, Алабама, Северная Каролина и Южная Каролина, Вирджиния, Западная Вирджиния, Теннесси, Луизиана, Флорида, естественно, и так далее. В центре страны, в центре континента, находится регион под названием Мид-Вест, или Средний Запад. Мне также довелось прожить около года в этом регионе, в штате Айова. Это действительно огромная территория, в основном, где произрастает очень много кукурузы, поэтому часто территорию называют хорнбелт, как бы кукурузный пояс, скажем так, или пикбелт, свиной пояс, потому что там выращивают свиней, которые, кстати, с удовольствием едят эту кукурузу. Вот, и здесь такие штаты, как Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота, Огайо, Висконсин. Если пойти дальше на запад и на юг, то в юго-западном регионе, это в основном бывшие мексиканские территории, Техас, Нью-Мексико, Аризона, а также Невада и Оклахома. Ну и, собственно, запад, это территория, объединяющая штаты Колорадо, Вайоминг, Монтана, Юта, Айдаха, Калифорния, Орегон, Вашингтон, Аляску и Гавайские острова. Кстати, Аляска это самый крупный по территории штат США. Кстати, очень многие иностранцы, да и сами американцы, уверены, что крупнейшим штатом по территории является Техас. Это не совсем так. Техас второй по величине штат США после Аляски. Просто Аляска, видимо, находится там, далеко за Канадой, и как-то, может быть, это смущает тех, кто думает о размерах штатов. Ну и плюс Техас очень действительно крупный, густонаселенный штат, а Аляска, несмотря на огромную территорию, очень-очень мало заселена. Помимо основной территории США к этой стране относятся также ряд островов в Тихом океане и Кривском море. Гуам, Восточное Само, Виргинские острова и Пуэрто-Рико, которая добровольно присоединилась к США. И в Тихом океане есть еще группа островов Микронезия, которая тоже находится под контролем Соединенных Штатов Америки. На этом наша лекция закончена. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...